Здравствуйте, новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондрева. Сегодня в выпуске. То мороз, то занос. Как справляются с очередным капризом природы коммунальщики. У него есть цель, но нет родителей. Михаил ищет взрослых, готовых помочь ему покорить эту жизнь. Улыбайся, Ивантеевская улыбка в топе лучших детских садов России. Об этом и многом другом прямо сейчас. Министерство ЖКХ утром 13 января призвало все коммунальные службы области перейти на усиленный режим работы. В Ивантеевке ночью на магистрали города выходило 9 единиц техники. Днем 12 машин. Среди тех, кто убирает дороги, фирмы. Дорп прогресс, армгрупп, а также МБУ городское хозяйство, которое следит за скверами, площадями и бесхозяйственными территориями. Убирали снег и управляющие компании. Так на бережке днем работал трактор. Бабкет, маленький снегоуборщик, вышел на Смуряково. Всего от третьего рэпа в пятницу дворы чистили две единицы техники и бригада дворников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2017 году необходимо сделать все услуги МФЦ для жителей региона автоматизированными и прозрачными. Ивантеевский офис моих документов наметил немало задач для достижения этой цели. 80 тысяч услуг оказал Ивантеевский МФЦ в 2016 году. И это не предел. В этом году здесь планируют увеличить показатели вдвое, утверждает руководитель многофункционального центра Юрий Кузнецов. Нарастить объем услуг позволяет площадь и техническое оснащение. В начале прошлого года МФЦ переехал в новое помещение. На 400 квадратных метрах разместились 14 окон для обслуживания горожан. В этом году ожидаются достаточно серьезные нововведения, некоторые из которых мы можем назвать прямо прорывными. Прежде всего мы планируем забрать себе услуги паспортного стола. И полностью все услуги паспортного стола оказывают на базе МФЦ. Также мы планируем оказывать услуги по выдаче, замене, работе с водительскими удостоверениями. Но для этого нужны некоторые технические усовершенствования, которые тоже у нас запланированы. Самые популярные услуги – это оформление недвижимости и предоставление социальных сервисов, а именно выдача и замена соцкарт, выплата пособий, оформление маткапитала. Среднее время ожидания в очереди здесь составляет 8 минут 49 секунд, что ниже среднего значения по Московской области. Ивантеевский МФЦ по данному показателю в зеленой зоне. Что касается тех проблем, которые испытывают, да, у нас бывают очереди. Это ни для кого не секрет, и это то, на что прежде всего обращают внимание и глава города Елена Владимировна Ковалева, и губернатор области. Это одна из наших основных задач, наряду с увеличением количества услуг, избавляться от очередей. И на эту тему прежде всего нам город выделяет дополнительное финансирование в этом году, что будет очень полезно. Соответственно, мы сможем набрать дополнительных сотрудников и сократить время в очереди. Сократить ожидания можно и другим образом. Сегодня можно оформить документы или получить ту или иную услугу через интернет. Для этого жителю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете МФЦ. Есть какие-то вещи, которые просто делают жизнь граждан проще. Прежде всего, это, например, регистрация в кабинете госуслуг. На сайте госуслуг человек регистрирует личный кабинет. И то большое количество услуг, которые мы здесь, например, можем оказывать, он может теперь получать, не выходя из дома. Но, например, для полной регистрации в этом кабинете необходимо провести подтверждение заявителя. Соответственно, это подтверждение тоже проводится здесь. Мы предлагаем тем заявителям, которые к нам приходят, зарегистрировать их в этом кабинете, подтвердить их личность тем, чтобы просто они меньше времени впоследствии тратили на какие-то вопросы, представленные услуги. И то, что они могли бы приходить сюда, тратить это время, они просто спокойно из дома по интернету получат точно так же все эти услуги. Но в некоторых случаях личное присутствие необходимо. Для горожан с детьми в МФЦ предусмотрены игровые зоны, комната матери и ребенка. Не отходя далеко, прямо в центре, можно сделать моментальное фото на документы и оплатить госпошлину. Очень все культурно, очень вежливо, очень хорошо объясняют. Помогают взять тот же талончик, оплачивать. В общем, все очень хорошо, все очень нравится. Здесь я второй раз, второй раз. Великолепно обслуживаю, что в тот раз, что сейчас. Я даже документы забыла, сейчас пришла, он у них здесь остался. Здесь очень хорошо обслуживают. Очень удобно, если какие-то вопросы возникают, сразу девушки перезванивают. Все очень замечательно, доступно, рядом, все в городе. Не надо никуда ехать. Много очень, вот, загранпаспорт оформить. Ребенка в садик, очередь. Очень замечательно. С малышом, да, можно посидеть, поиграть. Да, малыш? О процессе предоставления услуг населению ежедневно отчитываются городскому руководству. Перед нами стоит та же самая задача, которая стоит перед любым МФЦ. Сделать так, чтобы все граждане, жители города, которые обратились к нам за предоставлением услуг, получили эти услуги в полном объеме и остались довольны качеством их предоставления. Всего в МФЦ на данный момент работают с документами оказанием услуг в сферах налоговой, миграционной служб, Росреестра, пенсионного фонда муниципальных и государственных органов власти, фонда социального страхования, транспорта и других. Это более ста различных видов услуг. В Ивантеевке набирает обороты акция «Детям пора домой» призванная устроить детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей в семье. На следующей неделе на нашем канале смотрите в рубрике «Актуальное интервью» выступления специалистов Управления опеки и попечительства о возможных формах устройства детей, а также интервью с педагогами школы приемных родителей о возможных трудностях. А сегодня продолжаем знакомить вас с юными героями акции. Михаилу 15 лет, и он очень хочет домой. Потом идет гол-даун. Го-даун с английского как посадка вниз, как бы уход вниз. Мастер-класс по брейк-дансу сегодня дает Миша. Ему 15 лет, и он долго занимался танцами. В роли педагога подросток выступает впервые. Шаг, ногу вперед. Шаг, ногу вперед. Три, четыре. Раз, два, три. У Миши есть стержень. Если он решил учиться, он будет учиться. Если кто-то балуется, может выпить, употребить какие-то напитки, покурить. У Миши четкая позиция – не курить, не употреблять, не ругаться. То есть, вот в этом ему надо отдать должное. Миша попал в Ивантеевский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего полгода назад. До этого Михаил воспитывался в семье и даже выращивал авокадо. Да, 12 лет не было. Родители просто купили авокадо, съели его. Я такой подумал, а почему бы не попробовать вырастить? Мне говорили родители, что не получится, мол, нужны тропики, все такое. Я такой думаю, может попробовать? Попробовал, сделал все как надо. У меня получилось, корни пошли. Я такой думаю, здорово. И посадил в землю, и пошел, пошел, пошел. И так разросся хорошо. Еще одна страсть – читать. Любимый писатель Стивен Кинг. Пока у Миши только одна книга – «Тьма или ничего». Острые сюжеты привлекают подростков в книгах, а в жизни ему хочется помогать людям. Найти бы только ту самую точку опоры. У меня действительно достаточно много увлечений. Сейчас у меня такой возраст еще приходит. Мне все хочется, все интересно. Но основным интересом у меня остается медицина, так как я потом хочу пойти в медицинский колледж и стать хорошим врачом. Сначала же на медбрата, потом на фельдшера, затем же высшее получительное реаниматолога, чтобы как бы помогать в тяжелых ситуациях людям. Ну да, я знаю, что сложный выбор. И чтобы дойти до этой цели, нужно действительно много времени и терпения. И я хочу попробовать все-таки пойти в десятый, чтобы потом мне было легче. Мишу мы называем все профессором. Не было у него возможности до 15 лет развиваться, учиться. И если говорить о дополнительном образовании, посещать те кружки, занятия, которые бы ему хотелось. Не было возможности. И на сегодняшний момент этот молодой человек, он впитывает в себя все. Он хочет заниматься всем. И он занимается с удовольствием, не бросая. Он хочет изучать английский язык. Он заинтересовался фотографией. И я думаю, это не предел. Он будет с удовольствием развиваться и впитывать все то, что необходимо современному человеку. А еще Михаил с удовольствием помогает по дому. Участвует в творческой самодеятельности. Увлекается компьютерной графикой и мечтает вести собственный видеоблог, в котором он мог бы рассказать всему миру о своей будущей жизни, наполненной приключениями и счастьем. Мне бы хотелось очень попасть в семью, так как хочется иметь близких к тебе людей, чтобы было к кому обратиться. Конечно, да, я могу обратиться к воспитателям с каким-то вопросом, но все равно, понимаете, это не то. Домашняя атмосфера, она, конечно же, намного лучше. Здесь пытаются создать атмосферу, сделать все, что надо для детей, но все-таки дома, родной дом, он лучше. Они же не виноваты, что остались одни, и мама с папой их дома не ждут. Им не хватает улыбки, тепла и любви, они мечтают, что их позовут. Каждый день и каждый час, все зависит от нас. Солнце, луч и детский смех, счастья хватит на всех. Помоги подняться им, руку им протяни. Ивантеевская улыбка вошла в сотню лучших детских садов России, а также отмечена в числе лучших 11 образовательных учреждений Подмосковья на Всероссийской доске почета. Число лучших образовательных учреждений России, Ивантеевский детский сад номер 13 «Улыбка» вошел по результатам 5-го Всероссийского образовательного форума «Взгляд в будущее». По оценке независимого общественного совета конкурса, 100 лучших дошкольных образовательных учреждений России. В лучший детский сад Ивантеевки ходят 283 маленьких горожанина. «Улыбка» славится в Ивантеевке не только вниманием каждому ребенку и образовательными программами, но также проектной деятельностью, нацеленностью на пропаганду безопасности дорожного движения, а также на работу с детьми с ограниченными возможностями. По инициативе сада проводится и общегородской фестиваль для детей «Мы вместе». Многие годы действуют специализированные группы для деток с проблемами зрения. Прямо в детском саду малыши получают необходимые консультации врача-офтальмолога и лечение. В прошлом году детский сад отметил свой 50-летний юбилей. Дошкольное учреждение, также наряду с 12-м детским садом «Ивушка», входит в число 11 образовательных учреждений Московской области виртуальной доски «Почет России». Общественная палата Ивантеевки подвела итоги своей работы в 2016 году и наметила план работы в этом. Всего в повестке заседания рассмотрели три вопроса. За прошлый год в палату поступило 109 обращений от жителей по разным направлениям. В 2017 году предполагается проведение различных акций и комиссий по вопросам социальной сферы ЖКХ, здравоохранения, молодежной политики, спорта. Общественной палатой запланировано заседание по наиболее острым городским проблемам, таким как пути решения ситуации с парковками в городе, акция «Охота на ямы», то есть сбор предложений по оперативному дорожному ремонту весной, рассмотрение обращений граждан в трудной жизненной ситуации, проведение круглого стола, развитие массовых видов спорта. По другому вопросу о формировании общественной палаты в 2017 году выступает руководитель аппарата Московской областной общественной палаты Николай Плеско. В ближайшее время в Ивантеевке начнется подготовительная работа по формированию нового состава. Завтра Старый Новый Год. По традиции мы подвели итоги нашего новогоднего конкурса видеопоздравлений, вручив подарки от спонсоров и грамоты от нашей редакции. Ролики поздравления мы повторим сегодня в завершении выпуска. А кого сотрудники нашей редакции признали победителями, вы узнаете на следующей неделе. А я продолжаю тему нашего российского, весьма оригинального праздника и тему подарков. Мы так часто дарим что-либо своим близким и друзьям. А многие ли согласятся одарить незнакомца? Ответ на этот вопрос знает Елена Цифаркина. Что приятнее, дарить или получать подарки? В семье Фадиных ответ на этот вопрос порождает споры. Получать подарки всегда приятно, согласись. День рождения, тебе дарят много конфет, тебе дарят какие-то открытки, ты их читаешь и смотришь на эти какие-то чувства, эмоции, которые тебе хотели передать. Ты радуешься, смеешься, тебе классно. Я больше люблю дарить подарки на самом деле, потому что я всегда подхожу к выбору подарка очень большими размышлениями о том, кому и что мне подарить. Потому что это должен быть какой-то уникальный подарок для каждого человека. Игра «Секретный Санта» объединяет. Зарегистрировавшись на сайте проекта, ребята получают адрес совершенно незнакомого человека, для которого они в этом году станут личными Дедушками Морозами и которому теперь нужно выбрать подарок. Проще всего выбрать подарок на свадьбу, потому что даришь обоим, и это для их будущего семейного очага, их будущей семейной жизни, это проще. А вот дарить подарок одному человеку, какому-то единице, это тяжело. Если подарок сделан своими руками, то он более запоминающийся, он показывает отношение к человеку, показывает, что человек для меня дорог, ценен. Адрес получен, пора приступать к изготовлению подарка своими руками. Маловарением ребята занимаются вместе первый год, но хотят сделать этот процесс своей семейной традицией. Самое главное – это не утопить посудину с мылом. Можешь сказать, что мы эксперты, и каждый раз мы повышаем уровень своей экспертности. Если раньше были одноцветные, то теперь двуцветные, трехцветные, даже четырехцветные делали елочки в этом году. И вкусно пахнущие. Игра «Секретный Санта» существует уже много лет в разных странах под разными названиями. Суть церемонии в том, чтобы случайным образом вытягивать имя человека, например, в большой дружной компании, и дарить подарок именно ему. Таким образом никто не останется без новогоднего презента. Игра особенно популярна в офисах и на новогодних корпоративах. Прекрасно, не правда ли? Во! Один из магазинов подарков ручной работы в Авантеевке в преддверии новогодних праздников также решил провести свою акцию «Тайный Дед Мороз». Акция достаточно распространенная в интернете, очень многие в нее играют. Но у нас она видоизмененная, мы все-таки за жизнь в реальности, не в виртуальности, когда люди ставят лайки, еще что-то. Здесь можно действительно прийти, положить подарок под нашу елочку, взять подарок от совершенно незнакомого человека. У нас мастера, которые выставляются вот здесь, делают своими руками подарки и, соответственно, предоставляют подарки для этой акции. Люди, которые получают, потом с восторгом приходят и говорят, боже, ну неужели это круто, это сделано руками, это очень классная штука. Была мама с детьми, которая принесла изначально подарки, потом дети просто пришли под елочкой, получили подарок и пищали от восторга. Потому что, ну вот прийти, вот просто так взять что-то бесплатно, не внося никаких денег за это, был восторг. Благодаря акции около двух десятков человек в Ивантеевке подарили и получили подарки от совершенно незнакомых им людей. Я сама третий год подряд принимаю участие в этой замечательной игре «Секретные Санта» и уже отправляла свои подарки в Словакию, Латвию и Эстонию. В свою очередь мне постоянно приходят подарки из Латвии. Например, конфеты, которые были очень вкусные и которых уже сейчас не осталось, зато осталось воспоминание. Что интересно, что «Тайные Санта» всегда пишут какие-нибудь пожелания на открытках. Почему же все-таки мыло? Мыло — это такой рациональный предмет, подойдет каждому человеку. А еще оно вкусно пахнет и вообще всегда должна быть чистота и тела, и души. Несколько открыток. Так как мы знаем, кому мы будем отправлять, выберем одну из них. Она очень милая и точно показывает колорит русской души. И еще у нас было решение, что мы отправим также еще для полного русского набора это такую расписную ложку, какую-нибудь из них. Давай подарим вот эту ложку. Тебе нравится? Хорошо. Да. Ей удобно есть. На нее можно смотреть и любоваться различными узорами. Конечно, на ложках еще можно играть. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыкант и учительница не могли подойти к выбору подарка нетворчески. И теперь Сандрис из Риги получит уникальный и культурный презент из России. Я ничего не знаю о Латвии. Это совершенно точно. Я там не был. Но можно съездить на будущее. Надеемся, что нам тоже придет в ответ. Тоже какой-нибудь сюрприз из какой-либо страны. По-моему, это очень интересно. Особенно, когда не знаешь, от кого и откуда. Это прям процесс такого ожидания чуда. Подарки разосланы, но еще не все их получили. В этом году ожидают своего чуда около 15 тысяч человек, которые принимают участие в проекте «Тайный Санта». Он существует уже четвертый год. И в 2016 году в нем приняли участие около 75 стран. 8 января отмечается День детского телевидения. Сегодня на нашем канале премьера фильма, который называется «Самолеты-самолетики». Он снят в пушкинской детской киностудии «Горизонт», в которой занимаются и дети из Ивантеевки. В фильме принимали участие ведущие детских телевизионных передач «Горизонт» и «Переменка», воспитанники студии юных техников и московской областной организации «Виктория». В главной роли снялся Денис Левченко, ученик гимназии номер 6 города Ивантеевка. Этот 13-минутный фильм и завершает нашу программу. А сразу после него повторяем ролики участников конкурса видеопоздравлений. А я, Екатерина Бондарева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Как дела? Да нет, все хорошо. Скоро будем дома. Это вот такие крылья. А зачем вот это? А это, чтобы крылья не отпалились. А это шасси? Да, это шасси. А почему здесь вина нет? А почему здесь вина нет? Почему? Это, ну, потому что модель еще не это не сделали. А почему ты ее не сделал, принес сюда? По двору, можно сказать. А это, значит, как механизмы, чтобы двигались. А ты ее в полу? А они не отвалятся. Нет, не отвалятся. А если отвалятся? Что они сделали? Олег, почему ты так рано? Самое интересное впереди. Я опаздываю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рома! Со второго такта давай помягче. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда она запропастилась? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что ты ищешь? Бейсболку. Вот оно. Все понятно. Опять Коляна. Можем приглашать. Ну, во-первых, не просить, а договариваться. Во-вторых, человек хорошо. Он меня еще ни разу не подвел. Мама запретила. Надеюсь, и ты меня не подведешь. Коляна тебя на спортивную площадку отвезет. А я перехочу тебя позже. Хорошо? На какую площадку? Ты недолго. Конечно, недолго. Небольшая часа. Я принесу тебе модель самолета. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как всегда. Как всегда. Смотри, не подведи. Сам знаешь, время и деньги. Да ладно, не волнуйся. Первый раз, что ли? Это недолго. Конечно, недолго. Больше часа. А соревнования? Да, скоро, скоро. Я помню. И принесу тебе модель самолета. А вот я... Это когда детям билеты пожарить. Если пожарить. Да. Это моя школьная форма. А. Алло. Да, да, все купила. Да, все сделала. А ты мне лучше скажи. Да, сороковушка. А сороковой идет до станции? А можно мы с Ритой приедем? Ладно, все, пока. Ладно, все, пока. Сплошной контроль от брата. Это на даче. Это тоже на даче. Это сестра. Смотри, Олег. Олег, привет. Привет. Ты тоже до станции? Да. Класс. Вот, это я тоже на орехографе. Экраны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня телефон раздадился. Который час? 15-20. Сколько? 15-20. У меня же ключи одно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как дела? Да нет, скоро будем дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Извините, что так получилось. Спасибо. А где Коля? Он просил тебя дождаться. Что ж ты так долго? Разве можно его одного оставлять? Извините, что так получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ты так долго? У меня часы встали. А еще, говори, скоро будем. Я же сказала, у меня часы встали. Я же музыкалку опаздываю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сыграй кто-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что тебе сыграли? Мою любимую песню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и прошел еще один счастливый год без войны, голода и больших потрясений. Это прежде всего заслуга нашего президента и, конечно, каждого жителя нашей любимой и огромной родины, и любимой и маленькой Ивантеевки. В этом году мы водили наших детей и внуков в детский сад и школы, мы заботились о своих близких и родных, мы старались сделать свою работу как можно лучше. Скажем спасибо. Скажем спасибо прошел и пожелать и пожелать. Скажем спасибо прошедшему году и пожелаем вам в новом году семейного благополучия, материального достатка, счастья, здоровья, любви и успеха, теплоты и доброты, отличного настроения на весь год, исполнения самого главного заветного желания. Субтитры создавал DimaTorzok Я желаю вам мира, тепла и любви в новом году. Пусть в вашей жизни будут простые радости, которые будут дарить вам большое счастье. С новым 2017 годом! Ваш медицинский центр «Мой доктор»! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добра, солнце и света в наших душах Добра, солнце и света в наших душах Ням, 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 с Новым годом поздравлям! Добра, солнце и света в наших душах Наряжать апельсины, яблоки, ананас Спрячем потихонечку про запас! Новый год, Новый год, дел кошарики, хлопушки Новый год, Новый год, бесплатега, серпантин Новый год, Новый год, всем подарки под подушкой отпускать Новый год, никуда мы не хотим С Новым годом и надеемся! Привет всем! Сегодня я хочу поздравить своих родных и близких, которые находятся со мной всегда-всегда, где бы я ни была Еще я хочу поздравить своих подруг, замечательных, которые всегда То же самое, поддерживая их трудно, когда мне плохо, они всегда придут и помогут мне Еще я хочу пожелать всем сердца здоровья, счастья, успехов в учебе и также на работе Пусть 2017 год принесет много-много удачи! Привет всем! Я хочу поздравить с Новым годом всех-всех! Особенно тех, кто меня поддерживает в трудной минуте Вступать в годы Я хочу поздравить моих любимых родственников Дорогая Ванчиняя, с Новым годом! С 2017 год петуха! Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Что за праздник Новый год? Это новый поворот, это новые одежды, это чудо и надежда, это яркие игрушки, фейерверки и хлопушки Со снегуркой Дед Мороз, что имеет красный нос И салюты во дворе, песни, тазик оливье И огней сияния ярких, и подъемы и подарки И чудесным мгновением президента Поздравление, сутки, радость, танцы, смех С Новым годом! Всех, всех, всех! С Новым годом, Ивантеевка! Желаю всем счастья, добра, успехов, здоровья! С Новым годом! Чудеса в Ивантеевке! С Новым годом, Ивантеевка! С Новым годом! С Новым годом! Утираясь утром лапой, всех людей благодарим Мы гостей вам намываем и всем прямо говорим С Новым годом поздравляем и всех благ мы вам желаем Чтоб исполнились мечты и с удачей быть на «ты» Вас поздравляют с праздником клоуны-проказники В этот славный Новый год поздравления принимай народ В миг, когда уходит старый и приходит Новый год Пусть любовь и понимание в дом чудесный ваш придет Мы клоуны-проказники, мы очень рады празднику Пусть мороз серебрится хорошую, заметая любую беду Мы желаем вам только хорошего В наступающем Новом году! Новый год слетает с неба или из леса идет Или из сугробы снега улезает Новый год Он, наверное, был снезынкой На какой-то и звезде И притоща пусинкой У мороза в поладе Может, в лес он в холодильник Или в белочке в дупло Или в старенький бутильник Он запрался под стекло Но всегда бывает чудо На часах двенадцать бьет К нам приходит Новый год! Дети спать пораньше лял День последний декабря А проснулся старшу надо Первый день календаря Год начнется тишиной Незнакомость с прошлой зимой Шум за рамой двойной Еле-еле уловим Но ребят зовет наружу Зимний день сквозь лед стекла В освежающую стул Из уютного тепла Доброго слова напоминя Года старого ухода Начиная утром ранним Новый день! Новый год! Новый год! Новый счастье! Новый год! Дорогие вантеевцы! Наш клуб Рудикодельниц Исцеления Поздравляет вас с наступающим Новым годом! В эти корзины мы хотим поместить Волшебные подарки пожелания Любимому городу и вам, его жителям! Пусть туда обязательно попадут и те самые заветные желания Которые вы сами сейчас загадаете Пусть все 12 месяцев Нового года Ваш дом будет полон здоровья, любви, мира, благополучия, счастья, радости, успехов и процветания Мы желаем, чтобы символ 2017 года петушок сохранил и исполнил все загаданное С Новым годом, дорогая вантеевка! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом и Рождеством всех воентеевцев! Новый год для вантеевка! С Новым годом! Поздравляем всех с Новым Годом! Желаем здоровья, счастья! С Новым Годом! С наступающим вас Новым Годом! Желаем здоровья, счастья! С Новым Годом! Иван Теевка! Поздравляем с Новым Годом! Корички фонда «Радость моя» А также сотрудников «Союза мечты» Желаю всем в Новом Году счастья, здоровья, любви... Ставим с домом! Счастья всем! С Новым Годом! Не в поле стучатся, но погода нам степит. Лошадка махноногая, дороги, степи. Мы оптимисты, знаменитые артисты. Жители Ивантеевки с Новым Годом поздравляем и от всей души желаем. Не болеть, не стареть, веселиться, песни петь. Взрослым людям быть счастливыми, молодыми и красивыми. Чтоб друзья вас уважали, близкие не обижали. Чаще в гости к вам ходили и подарки вам дарили. Малым детям подрастать, хорошими людьми стать. Желаем всем, чтобы в жизни личной было все всегда отлично. С Новым Годом! Город мой по дорогам стелится пеленой. Нравится морозы ей еще как. И румянец розовый на щеках. Один будет спрятаться, не сбежать. Значит будем елочкам нарежать. Апельсины, яблоки, ананас спрячем потихонечку. Про запас. Новый Год, Новый Год. Делка, шарики, хлопушки. Новый Год, Новый Год. Беспотека, серпантин. Новый Год, Новый Год. Всем подарки под подушкой отпускать. Новый Год никуда мы не хотим. С Новым Годом, Игорь Негода! АПЛОДИСМЕНТЫ Тридцать один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать шесть секунд. Для того, чтобы изменить мир. Пятьсот двадцать пять тысяч минут. Для исполнения самых всех смелых желаний. Для бесконечных возможностей. Восемь тысяч семьсот часов. Для того, чтобы стать веселее. Стать умнее. Стать смелее. Триста шестьдесят пять дней. Каждый из которых не повторим. Пятьдесят две недели. Для доброты. Двенадцать месяцев. Для того, чтобы победить рекорды. Для новых знаний. Один оборот Земли вокруг Солнца, чтобы обогнать время. Думаю! Приготовились к поздравлению. С, Н, О, В, И, М, Г, О, Д, О, М. С Новым Годом! Дорогие Ивандеевцы! Личный состав клуба юных париков имени адмирала Шевцова поздравляет вас с Новым 2017 годом! Желаем, чтобы в Новом Году вы шли по жизни самым полным ходом, минуя отмели и липы. Желаем вам здоровья и семь футов под килем. Да здравствует Ивандеевка! Ура! 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 Новым Годом! Ура! Ура!